Эпидемия коронавируса и самоизоляция затронули все сферы жизни. Однако Сбербанк за весь период пандемии свою работу не прекращал. Для удобства и безопасности клиентов многие услуги стали дистанционными. Мы смогли сделать так называемые виртуальные карты. Клиенту не обязательно приходить, если у него карта из стекла, обязательно получать новую карточку. У наших жителей есть возможность получать свои перевыпущенные карты, либо новые карты, и она сразу уже просто находится в телефоне. Основной удар пандемии пришелся на сферу бизнеса. И за 2020 год Сбербанк помог тысячам орловских предприятий и предпринимателей. У нас больше 2,5 тысяч человек попросились реструктуризации по ипотекам и по кредитам, и они были одобрены. Во время пандемии коронавируса работа Сбера расширилась. В помощь в сфере здравоохранения активно заработал сервис Сберздоровье. Пользователи сервиса могут консультироваться с врачами, не выходя из дома. На выбор более 220 тысяч специалистов. Всю первую половину года консультации были бесплатными для всех, кто имеет положительные тесты по ковиду. Такие консультации разгружают работу врачей в поликлиниках и больницах. Сервис Сберздоровье также позволяет вызвать врача на дом, записаться в клинику на очный прием и вести дневник здоровья. А с помощью СберЕ аптеки можно заказать лекарства на дом. В помощь врачам банк запустил искусственный интеллект, который анализирует КТ-снимки легких. Разработка определяет характерные для коронавируса поражения легких и рассчитывает процент пострадавшей части. В Орле искусственный интеллект установят в туберкулезном диспансере. Карина Лаврушина, Андрей Погосян, Влад Кольцов, телеканал Первый областной.